Так вот, как мы помним же, в 1953 году Грозный заболел после того, как он из-под Казани вернулся, тут он тоже заболел. Он целую серию болеет. Его лечат опиумом, он курит опиум, и его, естественно, еще лучше глючит. Уже тогда курили опиум? Нет, конечно. В Кремле. Нет, это заморские какие-то его лекари пользуют, видимо, из Индии. Самым лучшим. Чтобы курить опиум нормально, нужно, чтобы он был пластифицирован в этот шарик. Это придумали очень сильно после 16 века, как это делать. Пару гвардейских напасов-то, да, и все. Какой-такой павлин-мавлиц. И его снова глючит. Тут, конечно, Челедин подговаривает, чтобы Старицкий Владимир Андреевич учинил бунт, чтобы цареву сыну не присягали, но ему в конце концов все равно... Почти все присягают. Потом царь выходит, всех прощает. Говорит, что... Ну, как? Со значением прощает. Говорит, что... Извините, немножко болел. Не смог у вас тут быть на заседаниях. Но мне все рассказали. Сейчас скажу одну важную вещь. Приготовьтесь. Там птица. Еду на богомолье. До свидания. Да. Потом ему... Ну, это в самом деле было, когда он поехал на богомолье по случаю выздоровления. У него нянька вместе с сыном, его малолетним Дмитрием, первенцем, при переправе, когда они возвращались из Троицко-Сергиевого монастыря, упала с плота вместе с сыном и утонуло. Господи. Вот. Это правда было такое дело. Ну, конечно, тут же все это... Что это за заговор, то его утопили специально, конечно, бояре. Правильно. А как не подозревать? Ну, тут... Да, Старицкому, конечно, Иван Грозный говорит, что... Который первый же не присягал же. Первый он не отказался присягать малолетним. Говорит, что все, нет, брат, ты мне прощаю тебя. Хотя с чего он прощает? Он его даже в опалу не сослал, хотя реально-то сослал. Причем, заметьте, не казнил за государственную измену фактически, а сослал к себе домой. Старицкий проживет с такими делами до 1569 года, вообще-то. А мама его Ефросиньи, ее вообще-то, она вообще потом в итоге, несмотря на то, что она политическая рецидивистка по нашим-то понятиям, она спокойно уедет в монастырь и там примет постриг, уже, опять же, будучи очень сильно не молодой тетенькой. Все мимо, блин. Спасибо.